Миномёт Первые миномёты были созданы в начале прошлого века. Во время осады порта Артура окопы японцев находились всего в нескольких десятках метров от русских позиций. Вести огонь из обычных пушек было невозможно, но защитники крепости нашли способ бить врага. Они поставили лёгкую 47-мм морскую пушку на колёса таким образом, чтобы она могла стрелять из окопа при большом угле возвышения самодельными минами. Оказалось довольно эффективно. В 1915 году при переходе к позиционной войне на всех фронтах Первой мировой вновь понадобились простые и лёгкие орудия с навесной траекторией стрельбы, позволяющие уничтожать противника, находящегося в окопах, на обратных склонах холмов и в укрытиях. Во время Второй мировой миномёты стали массовым явлением. Дешёвая, мобильная и относительно простая в управлении малая артиллерия наносила существенный урон живой силе противника. За годы войны советской промышленностью было изготовлено более 350 тысяч миномётов. В пять раз больше, чем в Германии, и в полтора раза больше, чем в США и Великобритании. В последние годы о миномётах особенно небольшой мощности у нас подзабыли. Как-то не вписывались они в советскую военную доктрину, исходя из которой судьбу грядущей войны должны были решать ракетно-ядерные удары и танковые армии. Лишь с началом войны в Афганистане стало ясно, что без миномётов не обойтись. Только они могли обеспечить стрелковым подразделениям непосредственную огневую поддержку, особенно при ведении боевых действий в горах. В 1983 году на вооружение был принят 82-мм миномёт «Поднос». Он хорошо зарекомендовал себя в Афганистане, и с тех пор это оружие – обязательный атрибут разного рода мобильных частей и подразделений – морских пехотинцев, десантников, пограничников. Для пограничников миномёт «Поднос» по сути единственный вид артиллерии, который состоит у них на вооружении. Поэтому к подготовке миномётчиков здесь относятся по-особому. 82-мм миномёт – это ещё не пушка, но уже и не винтовка. Любого к нему не поставишь. Это оружие особое, требующее серьёзных знаний. Достаточно среднее образование. Желательно средне-техническое. Ну и прежде всего желание человека стать миномётчиком, стать артиллеристом, миномётчиком. И стать прежде всего сержантом. Командиром данного расчёта он должен быть способен командовать людьми не только в этих наших условиях полигонных, но и в том числе при ведении боевых действий. Человек должен быстро ориентироваться, быстро принимать решения, быстро и, главное, точно производить расчёты. А ещё необходима отличная физическая подготовка. На дальних заставах таскать миномёт в основном приходится на себе. Иногда, конечно, используются и другие транспортные средства. Но, как правило, главным средством доставки миномётов на огневые позиции являются плечи самих миномётчиков. Каждый номер расчёта должен чётко знать свои обязанности. По нормативам, после команды занять огневые позиции, миномёт должен быть собран и подготовлен к бою всего за 5 минут. Поэтому сборка-разборка миномёта – одно из главных упражнений. Каждое движение должно быть доведено до автоматизма. От этого в конечном итоге может зависеть выполнение боевого задания. Миномёты надёжны в бою и неприхотливы в обслуживании. Для пехоты противника, особенно на открытой местности, это страшное оружие. Осколки мин разлетаются веером на расстоянии до 200 метров. Для миномёта не существует мёртвого пространства. Мины могут поражать цель всюду – за зданием, за холмом, во враге или в глубоком окопе. Всё зависит от того, насколько чётко и профессионально сработает взвод управления. Я ставлю задачу разведчику-дальномерщику. Значит, справа на пункте у нас находится разведчик, слева – дальномерщик, соответственно. На засечку, то есть разведчик докладывает мне дирекционный угол, дальномерщик докладывает дальность. Данные значения я наношу на прибор управления огнём. Определяю дальность до цели, вот, соответственно, и до ворот. Данные значения, соответственно, по дальности определяю прицел, передаю на огневую позицию до ворот и прицел по цели. Вот. На огневой позиции старший офицер батареи командует командиром орудий. Данные значения устанавливаются в прицельные приспособления. Вот. Производится выстрел. Первый выстрел, как правило, пристрелочный. Но уже второй, в худшем случае третьей миной, цель должна быть накрыта. Определяем мы дальность до цели, вот, и определяем дальность до разрыва. Вот эту разность в дальности – это и будет поправка в прицел. То есть, как бы, первое, первоначально по цели у нас 700 метров дальность получилась, по разрыву – 600. У нас был недолет 100 метров. Вводим, соответственно, эту поправочку на 100 метров в прицел. Вот. И таким образом мы корректируем огонь. Определить координаты хорошо укрытого миномета вражеским наблюдателям довольно сложно. Звук выстрела слабый, пламя небольшое. Но иногда минометчикам приходится работать на открытых позициях. Здесь уже нечего рассчитывать на взвод управления огнем. И все зависит от слаженности расчета и профессиональной подготовки командира. В 2002 году в Аргунском ущелье при уничтожении бан-группы отличился один из сержантов, выпускник нашего подразделения. Вот. Совместно со своим подчиненным личным составом, своим расчетом, преодолел порядка 7 километров по пересеченной местности. И обладая ограниченным запасом мин, тем не менее, благодаря прямому попаданию в главаря банды, первой же мины, банда была деморализована, а в дальнейшем уничтожена. Российское изобретение, миномет, стоит на вооружении практически всех армий мира вот уже 100 лет. Создано огромное количество модификаций этого оружия. Изменились тактико-технические характеристики, боеприпасы и внешний вид. Неизменными остаются задачи, которые ставятся перед минометчиками. Малая артиллерия остается в строю. Причем при современных угрозах она становится все больше и больше востребована. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова